В связи с санитарно-псиологическими ограничениями часть коллег участвует в режиме видеоконференц-связи. С ковидными ограничениями был связан весь год работы Минюста. Статистика заболевших менялась, а вместе с ней оперативно готовились постановления либо об ужесточении мер, либо о послаблениях. Введение QR-кодов в общественных местах и на транспорте вызвало рост обращений. За год 4670 – это вдвое больше, чем годом раньше, и в четыре с половиной раза больше, чем в допандемийной девятнадцатой. Больше трех тысяч из них связаны с ковидными ограничениями. Мы прекрасно понимали, что для граждан необходимо максимально быстро получить ответы на их вопросы. По 800 обращениям ответы даны в течение трех дней. В целом, по большинству обращений, в течение 10 рабочих дней. Но на самом деле многие просили просто разъяснение, что для этого нужно сделать, чтобы получить QR-код, куда можно обратиться. По методводам у нас большое количество вопросов были. Все это разъясняли мы в первых рядах. Мы за это, по-моему, тоже очень признательны. Ситуация-то не облегчилась. Вы видите, что теперь анекрон этот пришел. Эта задача остается актуальной. Надо находить новые формы, дойти до всех сомневающихся, противников вакцинации, во имя сбережения наших граждан. Новые формы взаимодействия ждут в год цифровизации. Задача – внедрить электронное правосудие с возможностью подавать иски и рассматривать дела онлайн. В электронный вид переведут больше 200 услуг. Республика станет пилотным регионом, где появится единый госпортал правового просвещения. Востребована и бесплатная юридическая помощь. В прошедшем году ее получили больше 900 татарстанцев. Юристы этих организаций оказали помощь и ветеранам Великой Отечественной войны, участникам боевых действий, членам их семей, пожилым людям. А также выезды были и в районы Агрыского, Дрожановского, Арско-муниципальных образований. По решению президента Татарстана в республике будет создано и государственное юридическое бюро для оказания правовой помощи жителям. Лена Зинатольевна, Данил Филатов, ТНВ, Казань.